22 ноября районная дума приняла в первом чтении проект бюджета 2013, какой обещает быть казна района в предстоящем году. Вместе с депутатами выясняли наши корреспонденты. Итак, бюджет 2013. Если говорить языком синоптиков, пока прогноз по нему неутешительный. В доходной части, соответственно и в расходной, казна района выглядит скромнее года нынешнего. Сокращаются как собственные доходы, так и безвозмездные поступления из регионального и федерального бюджетов. Предлагаем на 2013 год принять бюджет в доходной части на 602,49 миллиона, расходной на 604,99 миллиона. Делецитом 2,5 миллиона рублей. К сожалению, доходная часть бюджета оставляет желать лучшего. В целом доходы района снижаются на 94 миллиона, в том числе, значит, основное снижение пройдет по безвозмездному поступлению, составит 76,903,000 рублей. Исходя из доходной части, формирована и расходная часть. Финансисты, впрочем, подчеркивают, что пока это прогнозный план, в окончательном варианте бюджет, скорее всего, изменится. Региональный бюджет еще не утвержден, по нему в области идут острые дебаты. И распределение средств по муниципальным образованиям может быть скорректировано. Депутата, однако, интересовала и как местная исполнительная власть района планирует пополнять бюджет. У нас на комиссии было несколько вопросов. Один вопрос был, ну как же их будем, чтобы понять. Вот я, Елена Войнкин, немножко напориснила, что мы будем желать участки продавать, тем самым будем пополнять бюджет. Все понятно. Что еще администрация планирует, либо какие-то технологии, откуда можно получить деньги. Конечно, деньги в казну, как манна небесная, не посыплются, и каких-либо сверхисточников вряд ли предвидится. Тем не менее, резервы есть. Основным источником формирования районного бюджета все-таки на сегодняшний день является подоходный налог. А если подоходный налог является основным, это значит создание новых рабочих мест, то есть развитие экономики, промышленности, предпринимательства, создание для этого благоприятных условий. И второй аспект, так скажем, на сегодняшний день, ну можно сказать, модным стало во всех районах, это привлечение инвесторов. Но, к сожалению, это веяние времени инвесторов нам необходимо привлекать. В том числе и для того, чтобы здесь создавать новые предприятия и новые какие-то точки соприкосновения. После обсуждения депутаты единогласно проголосовали за принятие проекта бюджета на 2013 год. В скором будущем главный финансовый документ ждут еще публичные слушания и окончательная доработка. Депутатов всех волнует и состояние дорог в нашем районе, и состояние дела с газификацией населенных пунктов в районе. На эти программы пока в проекте бюджета заложены минимальные средства. И хочется надеяться, что после утверждения основных показателей областного бюджета, которое должно произойти в ближайшее время, и наш бюджет немножко подрастет, и на эти цели будут выделены дополнительные средства. Несмотря на то, что бюджет напряженный и доходов крайне мало для исполнения всех полномочий, основные социальные статьи – это образование, как школьное, так и дошкольное, в бюджете прописаны, и деньги там запланированы. Это вселяет надежду на то, что эти обязательства район выполнит в полном объеме.